Меня зовут Тируи, я со старых дорог. И сегодня немного расскажу о себе. Вообще, до того, как зарегистрироваться в компанию Фаберлик и начать здесь работать, я жила обычной жизнью. Я получила образование бухгалтера, после этого пошла работать по специальности. И, ну, естественно, у меня был каждый день обыденный. И я ходила на эту работу, выполняла одну и ту же рутинную эту работу. И вокруг меня, вы знаете, постоянно были люди, они обозленные на весь мир. То есть они считали, что им кто-то что-то должен, у них что-то не получается, значит, все в этом виноваты. И я замечала, что я, наверное, становилась сама уже такой, как и все окружающие. И хотелось что-то в жизни поменять, но, наверное, не было какого-то толчка. И случилось так, что один раз моя знакомая пошла забирать свой заказ. Она была зарегистрирована. Она пригласила меня с собой за компанию. И я, конечно же, согласилась. И мы пошли вместе. Ну и, конечно, на пункте выдачи мне уже оформили дисконтную карту. Ну как же без этого? Вот. И я стала, естественно, постоянным потребителем. И не более. Но прошло какое-то время, и мой наставник предложил мне попробовать себя в работе. Ну, я, как бы, мне было интересно, я хотела, и я согласилась, и начала что-то делать. Именно что-то. Это я сегодня понимаю, что я ничего не делала для того, чтобы у меня получилось. То есть я вот начала, потом я решила, что, а что тут, я не могу, у меня не получается, у меня нету времени, как многие считают, у меня маленький ребенок, то есть я себе не могу этого позволить. Все, я бросила, наработала, сбросила и ушла. Потом прошло еще какое-то время, я была уже во втором декретном. Мне позвонила моя подруга и говорит, Террю, закажи мне феерик водичку. Вот она меня всегда брала. Я говорю, ну, хорошо. Я уже на тот момент, правда, даже заказы делала, очень-очень редко. Я позвонила своему наставнику, вот мне даже было лень сделать заказ, потому что у меня не было минимального. Я говорю, закажи, пожалуйста, вот эту водичку, она мне так отвечает, ничего слушать не хочу, все, у тебя есть личный кабинет, давай, заходи, сама заказывай. И вообще, сколько же можно жить такой жизнью, взялась уже за ум, начала бы работать, изменила бы что-то в своей жизни. Вы знаете, вот она мне вот это вот сказала, все сказала, и я вот, мне было этого достаточно, чтобы вот что-то досьменить в своей жизни, и как бы я согласилась опять, второй раз, уже после большого перерыва. И мы начали работать, у меня даже на тот момент был кнопочный телефон. И я даже с ним работала, связывалась с новыми консультантами. Ну, потом, конечно, поняла, что это не выход, надо покупать новый телефон. Ну, у меня не было возможности пойти его купить, я его взяла в рассрочку, но мне надо было работать. И, знаете, только на тот момент, вот эта неуверенность меня, конечно, сбивала с ног. Нужно было учиться каким-то техническим моментам, нужно было людей искать. А когда ты не знаешь, как это делать, и сложно, и вот как бы, да, вот это сбивало, конечно, с ног. Но я и хотела даже вернуться опять в ту свою зону, эту комфорта, вот мне было бы, наверное, там хорошо. Но я все-таки преодолела это все и пошла дальше. Мы много работали, и потом, у меня уже заканчивался, когда мой декретный, я делала тысячу баллов. И у меня стоял выбор. Мне нужно было или выходить на свою госработу, или оформлять ИП, открывать офис. Вот мне надо было выбирать. И скажу вам, поддержки, конечно, не было вообще никакой, ну, только наставник не поддерживал. Все, больше никто. Друзья говорили, что это занимаюсь ерундой какой-то. Родители тоже. Мама, не то, что, например, я думаю, что она не поддерживала не потому, что не хотела, чтобы я этим занималась, но просто переживала, потому что я в какой-то, может, неизвестность какую-то иду. И, конечно, этот месяц был очень сложный, мне так было трудно, но я благодарна судьбе, что я приняла правильное решение. Я уволилась в госработы полностью, оформила ИП, открыла офис и начала работать. Да, и днем, и ночью усердно мы работали, вот. И потом, спустя какое-то время, рождается такой проект, хочу туда. Ну, естественно, ну, как это без нас-то? Мы, естественно, наступили в этот проект, начали участвовать. Я начала ездить на тренинги, то есть к таким замечательным спикерам учиться. До этого я только на форумах была пару раз, но этого недостаточно. И, конечно же, я здесь увидела, встретила людей, которые, понимаете, они вот как в другом мире живут. Они в мире дружбы, ну, вот как бы здесь люди друг друга ценят. Любят, ценят работу своих коллег. И ты, когда смотришь на все это, это вот придает такую энергетику. И когда, вот, для меня это вот очень важно. Команда, такая огромная команда, и все делают одно дело, неважно с какой ты структурой. Все друг друга поддерживают. И меня это очень сильно мотивировало. Меня мотивируют мои дети прекрасные, вот, своей любовью. И я каждый день просто радуюсь. И мне это придает огромную энергию. И поэтому очень-очень много вот мы стараемся, работаем. И, в общем, я в течение этого проекта, да, открыла звание директора. Мне это далось сложно, но... Спасибо. Сложно. Я немножко вот перескочила. Я же еще после того, как пыталась еще устроиться на работу, госработа, на полставки устроилась. Думаю, подработаю еще, чтобы у меня больше денег было. Ну, я сделала, свершила. С одной стороны, я свершила ошибку, а с другой стороны, наверное, это был вот такой толчок, что у меня настолько это все... То есть я не могла все равно уделить время вот этой работе. У меня та госработа, хоть и на полдня, она вот у меня забирала всю мою энергию. Ой, ну, в общем, я оттуда уволилась. И я вот как только я оттуда уволилась, в течение двух каталогов я открыла звание директора. То есть для меня было... Нужно было, наверное, чуть раньше это решение принять. Я к чему это все веду, что не нужно бояться, потому что за время проекта очень много вот в своей жизни всего изменило и мыслить начала по-другому. И вот действительно сложные решения принимала, которые давались сложно, особенно когда тебя нету поддержки. Очень тяжело как-то закрываешься себе, пытаешься вот как правильно сделать. И я не жалею ни об одном своем решении. Все мои решения были приняты правильно. И я очень рада, что я сегодня здесь нахожусь. Я благодарна всем. Я благодарю спикеров за такое обучение, благодарю все руководство. Я благодарна наставнику, я благодарна своей команде, благодаря которой тоже я бы одна не смогла бы здесь оказаться. И то есть я вышла из той зоны комфорта. И знаете, на сегодняшний день нахожусь на той ступени, что ни один человек не сможет меня переубедить в том, что нельзя достичь своих целей, нельзя изменить что-то в своей жизни, нельзя полностью изменить эту жизнь. Все можно сделать, все возможно. Сложно, но возможно. Главное делать и не останавливаться. Даже если какие-то ошибки совершаешь, нужно подниматься и идти только вперед. Спасибо. Спасибо большое. И мы также рады верить вам за этот замечательный инструмент для вашей работы. Спасибо.